Да, только включу чат, чтобы, если что, читать. Да, все. Хорошо. Всем добрый вечер. Я рад приветствовать всех на открытии Fidgetal Days второй раз. Первый раз это было летом. На этой неделе, с понедельника по четверг, нас с вами ждет 4 дня лекций и вебинар один сегодня. Мини-мастер-класс на тему все, что связано с 3DML и все, что связано с Fidgetal. И несколько слов поясняющих я скажу. Значит, Fidgetal Days устраивает компанию Fidgetalism совместно с нашими спикерами и партнерами, которые будут выступать. Давайте я кратко скажу пару слов по поводу того, что нас ждет. Сегодня выступать буду я. Сейчас мы познакомимся. Я буду рассказывать про основы нейронного рендеринга и как с этим начать работать. Также нас ждет лекция от коллег из компании OpenCascade на тему цифровых двойников в 3D и всего, что с этим связано. И еще два дня коллеги из Caltech, конкретно из лаборатории Advanced Data Science Analytics, Евгений Бурнаев и Алексей Артемов, будут рассказывать про изобретенные ими алгоритмы и подходы, связанные с 3DML. Так что вот такие четыре дня нас ждут. Если пришли сегодня, приходите обязательно и в следующие дни. Будет очень интересно. Если у вас будут появляться какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Я постараюсь на все отвечать. Может быть, даже в процессе своей лекции. В следующие дни я буду моделировать ваши вопросы. Если вы что-то хотите спросить у спикеров, пожалуйста, не стесняйтесь. Мы будем давать обратную связь. Записи все будут выложены в специальный плейлист, где мы оставим тайм-коды и материалы конкретной лекции. Но это будет чуть позже. Наверное, я все организационные штуки сказал. Давайте начнем и познакомимся. Меня зовут Вадим Кондратцев. Я R&D-инженер компании Digitalism. И по совместительству преподаватель, руководитель, архитектор магистровской программы РМАИ, которая называется VR и AR и искусственный интеллект. В общем, интересуюсь всем, что связано с графикой, машинным обучением, математикой около того. И сегодня я постараюсь ответить на несколько вопросов и показать кое-что интересное. Какие вопросы? Вообще, что за 3DML такой? Почему Digital Days посвящен именно этой тематике уже не в первый раз? Что такое дифференциальный рендеринг? Для начала поговорим. Потом стараемся ответить на вопрос, что есть нейронный рендеринг? То, что фигурирует в теме доклада. Поговорим про практические аспекты. Как, из чего начать самому экспериментировать? Куда смотреть? Где брать примеры? Нужны ли для этого какие-то серьезные облачные впечатления или нет? Какие видеокарточки и так далее? Потом рассмотрим краткий модель про геометрию форм объектов. И на практических примерах я разберу код того, как можно применять как раз-таки модели дифференциального и нейронного рендеринга для того, чтобы решить практическую задачу. Сегодня практическая задача будет связана с картиной Леонардо да Винчи, которая называется «Монолиза», которую вы все, наверное, знаете. Так что вот такой у нас сегодня план. Единственное, я хочу попросить своих коллег-модераторов писать мне, если что-то техническое отвалится или нужно будет какое-то замечание. Ну давайте тогда начнем, не будем терять время. В конце еще отдельно поговорим, отвечаю на ваши вопросы, пообщаюсь, надеюсь. Вот, ну давайте начнем, разогреемся немножко. Так, начнем с того, что за 3DML такой, ради которого мы собрались и устроили digital days. Ну тут с какой точки зрения посмотреть, ну кто-то может быть знает, кто-то не знает. Я постараюсь объяснить так, как мы это видим. Тут есть два аспекта. Есть 3D Machine Learning, Geometrical Deep Learning, Дискретно-деференциальной геометрии и все, что связано с математикой, которая лежит в основе. Если совсем-совсем кратко сформулировать, то это применение алгоритмов математики и машинного обучения для того, чтобы обрабатывать не-дефклидовые данные. Вот есть такая чудная картиночка, которая показывает, что, вот представьте, что у вас есть поверхность, допустим, это картинка, ну или какие-то данные, которые вы хотите чем-то обрабатывать, алгоритмом. Вот ваш фильтр. Если эти данные евклидовые, ну что такое евклидовые, можно определить формально, для них выполнен некоторый набор требований. Сейчас подробно об этом не буду говорить. То стандартные подходы, которые общеупотребимы в анализе изображений, может быть, в анализе текстов, в анализе, короче говоря, регулярных данных, они там сработают, все будет хорошо. Но если мы посмотрим вот такую изогнутую поверхность, геометрические аспекты, то обычная там евклидовая свертка, вот такая плоская, как по пикселям вы привыкли ее применять, она будет очень сильно искажаться в зависимости от того, к какой точке данных прикладывать. То есть вот на картинке повыше, там она вроде совпадет с клеточками, которые на поверхности, а на картинке понеже, там ее уже размажут. Поэтому нужен свой инструментарий, свои подходы, свои методы, геометрические методы, неэвклидовый метод, называйте их как хотите. Ну и для этого есть методы, алгоритмы 3DML, неэвклидовая геометрия, неэвклидовая данные. С практической точки зрения 3DML мы можем назвать такую область пересечения наук машинного обучения, компьютерной графики и компьютерного зрения. Когда бы у вас не возникли 3D-данные, которые надо хитрым образом обрабатывать, скорее всего здесь где-то кроются алгоритмы 3DML. Вообще есть очень хороший вводный шуточный пример, как раз тот, откуда я взял левую картинку, в одной небезызвестной группе ВКонтакте я вот заметил такой мем. Приходите к нам в Geometrical Decloning, у нас есть. И все замечательные вещи, которые здесь перечислены. На самом деле, когда я первый раз увидел, сам долго смеялся, но вот картинки очень красивые, захотелось понять, откуда они взяты. Причем тут зачем кролику нагревать зад, что за угнетающая ветрянка, что происходит. На самом деле, для всех тех, кто еще не знаком с 3DML и хотел бы глубоко, фундаментально осознать, в чем проблема, не в видовых данных, какие есть задачи, какой есть аппарат, есть замечательная статья, которая называется Geometrical Decloning Going Beyond Euclidean Data. И вот как раз из этой большой, хорошей обзорной статьи были взяты все эти картинки на предыдущем слайде. И если вы хотите въезжать в тему, не знаете, какой там самый первый шаг сделать, я очень рекомендую эту статью. В целом, она фундаментально показывает, что есть 3DML. И на самом деле все доклады, которые будут на протяжении всего Digital Days, они так или иначе посвящены вот аспекту обработки не в видовых данных, а в 3D данных, стыку компьютерного зрения, компьютерной графики, машинного обучения и всему вот этому. Если мы будем говорить про задачи, то разные алгоритмы, понятное дело, под разные задачи приспособлены, можно навскидку построить вот такую простую таксономию задач области 3DML. У нас есть алгоритм, ну, может быть, нейронная сеть. У нее что-то на входе, что-то на выходе, хотя, может быть, есть какие-то промежуточные данные. И вот в зависимости от того, что на входе, что на выходе, можно построить таксономию. Если на входе на 3D, а на выходе какая-то информация, можно сказать, что это задача анализа. И в этом смысле это чуть более привычная и распространенная задача машинного обучения. Например, надо классифицировать только не картинку, а классифицировать облако точек или классифицировать 3D-модель или детектировать 3D-модель в 3D-сцене, разбить на разные сегменты 3D-модель. Например, у модели человека сказать, где рука, где голова и так далее. Тоже распространенные задачи, хотя в каком-то смысле более сложные. Это задачи синтеза, когда на входе у нас есть какая-то информация, так или иначе, описывающая 3D, но 3D не являющаяся или не являющаяся не эвклидовой. А на выходе у нас 3D-модель. Банально это всякие 3D-ганы, когда мы хотим сгенерировать 3D-форму, 3D-объект, или мы хотим на форму сгенерировать текстуру, сгенерировать целую сцену из 3D-объектов и так далее. Но то, про что пойдет речь сегодня, оно относится на самом деле в большей степени к третьей категории задач. Это так называемый 3D-assisted image analysis, когда вроде на входе не 3D, но и на выходе не обязательно 3D. Но при этом, если мы промежуточно не восстановим пространственные свойства объектов, с которыми мы работаем, у нас не получится решить задачу качественную. И целый большой пласт, класс задач, который получил свое активное развитие, особенно летом 2020 года, произошел бум такой некоторый, это задача нейронного рендеринга. И вот что это за задача, в чем там постановка, в чем особенность, как экспериментировать, в общем, на самом деле об этом сегодня речь. Некоторые другие доклады наших спикеров, они вот как раз будут посвящены некоторым другим подкатегориям, темам. Вот, ну надо ли говорить о том, что, конечно, здесь есть и академический интерес, это просто красивые алгоритмы, но с практической точки зрения 3D, это один из тех форматов данных, которых обрабатывать надо чем дальше, тем больше, потому что развитие XR, все, что связано с дополненной реальностью, смешанной, развитие беспилотных автомобилей, сканирование на телефонах, ну много-много-много чего на самом деле с этим связано. Поэтому, естественным образом, все то, про что я буду говорить, оно имеет огромное значение для практики сегодня. Ну, поехали. Начнем мы с дифференциального рендеринга, где я постараюсь кратко объяснить, что это такое, как с этим играться, как это реализовано, и почему это такая ступенька фундаментальная для того, чтобы начать заниматься нейронным рендерингом. Важное. Ну, тут надо начать рассказ с того, чтобы посмотреть, как между собой связаны модели, трехмерные формы и картинки. Вот если у нас есть модель, а мы хотим по ней получить картинку, то обычно этим занимается компьютерная графика. В нашем случае мы будем называть это forward algorithms, то есть прямой проход от модели к картинкам. Бывает и обратная ситуация, когда у нас есть изображение, а мы бы хотели для него восстановить его первоначальную форму. Обычно этим занимаются в компьютерном зрении. Ну, сегодня есть целый класс моделей, там 2D, 3D, например, которые этим занимаются. Вот одна из самых популярных, MeshR CNN от Facebook Research. На вход подаем картинку ананаса, на выходе получаем полигональный Mesh. Есть и такие модели. Но до некоторого момента времени вот эти два пайплайна, работы с данными 3D в 2D, 2D в 3D, они как бы были тесно связаны, но в некотором смысле были независимы. И как раз-таки дифференциальный рендеринг позволил унифицировать этот процесс и завязать это все как бы в петлю, сделать неразрывным вот эту связь двух проходов. О чем идет речь? Ну, во-первых, мы будем говорить о том, что у нас есть некоторая пространственная сцена. Что на ней есть? На ней есть сами объекты, так или иначе описанные, например, полигональным Mesh. Там у них есть текстуры, есть камера, которая все это снимает, модели освещения и прочие атрибуты трехмерной сцены. Понятно, что в прямом проходе, когда мы хотим отрендерить красивую картинку по сцене, мы все это дело собираем, включаем какой-нибудь там ray tracing, мэппинг. У нас есть движок для рендеринга. Все это дело собирается, получается картинка. Класс. Класс. Но что, если у нас есть картинка целевая, которую мы хотели бы получить, и по ней мы можем мерить ошибку? Ну, как в обычных задачах компьютерного зрения, ну, неважно, в задачах обработки изображения. Хотелось бы тогда по тому, насколько картинка итоговая отличается от той, что мы смогли отрендерить, понять, а как поменять параметры сцены. То есть как сдвинуть камеру, чтобы отрендеренная картинка стала больше похожа на то, что мы хотим. Как освещение поменять. Может, как саму модель подвигать. И вот дело в том, что ошибка по картинке, дифференцируемая, сегодня известно, как это сделать, но некоторые из составных ошибок, ну, типа ошибка с двига камеры, ошибка освещения, ошибка меша, они не дифференцируемы. Поэтому традиционный пайплайн-рендеринг, он называется недифференцируемый рендеринг. Прежде чем понять, а как сделать его дифференцированным, надо понять, что именно здесь недифференцированно. Вот есть такое изображение, схема двух пайплайнов, дифференцируемого и недифференцируемого, взятого из статьи про софт-растерайзер. Я еще скажу, что это за штука. Ну, в общем, здесь синенькими блоками отмечено то, что дифференцированного, красненькими то, что недифференцированного. И вот если сейчас не вдаваться подробно в то, что это за блоки, какая взаимосвязь, ну, тут L, допустим, это light, свет, P это projection, ну, короче, камера, M это mesh, ну и так далее. Вот как это все собирается, идет, можно увидеть, что красненький, то тут два блока, растеризация и забуферинг. Вот что это за растеризация и забуферинг. И вообще в целом, вот при таком подходе, когда хотят сделать рендеринг дифференцированным, говорят, что вообще он состоит из двух базовых вещей, это растеризация и шейдинг. Значит, растеризация, это, как бы мы ни описывали наши трехмерные модели формы, нам их потом рисовать на пиксельной картинке. И вот как брать и закрашивать каждый пиксель, который имеет, ну, он дискретен, он имеет постоянный цвет, вот такие алгоритмы, это алгоритмы растеризации. Как брать непрерывную сцену и растеризовать их на картинку. То, что касается забуферинга, то есть связано с глубиной, это, ну, понятно, что в трехмерном пространстве объекты друг по отношению к другу могут располагаться хитрым образом, они могут быть прозрачные, полупрозрачные друг перед другом, перекрывать. И надо, конечно, понимать, какой объект мы рисуем, тот, что ближе к нам, тот, что дальше к нам. И в этом смысле знание того, как через данный пиксель прокинуть луч и удариться в ближайший полигон, ну, вот это вот все задача забуферинга. Теперь, что ж тут такого, ну, если, да, это забуферинг, но все дело в том, что, да, это расстояние, от расстояния зависит освещение, перекрытие, но потом надо еще цвет подкорректировать, подкорректировать еще в зависимости от свойств источников освещения, то, что называется шейдинг, и скомбинировать вот эти все предыдущие процессы, что я сказал. Ну, прежде чем мы разберемся с тем, вот почему это конкретно, недифференцируемо, и как с этим бороться, я сразу скажу, что подходов, как бороться вот со всеми дискретными проблемами, которые возникают в процессе рендеринга, они есть разные. Вот здесь перечислены статьи, в которых описываются базовые разные подходы к решению задачи дифференциального рендеринга, но тот, которым мы будем пользоваться, называется мягкий растеризатор, вот этот софт растерайзер, он очень хорошо описан в этой статье 19-го года, и на его основе реализованы многие модули в коде, которые мы будем сегодня смотреть. Так, давайте быстро обсудим, почему рендеринг недифференцируемый. Первая проблема, проблема номер один, касается, как нарисовать цвет пикселя в зависимости от того, какой полигон ближе. Ну, смотрите, вот у нас есть два полигона, красный и желтый, вот у нас есть конкретный пиксель. Мы кидаем луч из пикселя, сталкиваемся, протыкаем все наши полигоны, смотрим, какой из них ближе, смотрим, какого он цвета, в тот цвет и закрашиваем. Слева считаете сама сцена, а справа мы нарисуем зависимость. По оси Х мы скажем, это каково расстояние до ближайшего полигона, а по оси У у нас будет цвет, ну, весь возможный цвет, который считается, что радугу вывернули в одну ось. Можно сказать, что это нормированные барицентрические координаты, развернутые на ось. Ну, неважно, короче говоря, по оси У цвет, по оси Х расстояние. Так вот, возникает проблема в том, что нам достаточно немножечко сдвинуть желтый полигон вглубь, и две плоскости пересекуются в одной точке, мгновенно, непостепенно, поэтому цвет резко сменится желтого на красный. У нас получится вот такой скачок. Вот такие скачкообразные функции, они, как известно из математики, не дифференцируемы. В этом проблема. Ее надо как-то решать. В случае подхода, который называется мягкий арстеризатор, идя еще простая. А давайте мы будем рисовать цвет не до ближайшего полигона, а давайте мы возьмем цвета до К ближайших полигонов и усредним его. То есть усредним цвет. Процесс блендинга по цветам. И в этом случае наша ступенька превратится, это доказывается в статье, что-то более гладкое, что можно дифференцировать, но с другой стороны размытое. Посмотрим еще на это. Это вот первый подход к решению проблемы дифференцированности номер один. Проблема не дифференцированности номер два. Вот у нас есть полигон, вот у нас есть опять пиксель, кидаем луч, смотрим, в какой цвет попали. Та же самая картинка. Только в этот раз мы будем двигать не в глубину, а будем двигать вбок. В данном случае по оси Х. Дело в том, что луч пересекает границу полигона только в одной точке. И если раньше до малого сдвига он попадал в полигон, мы рисовали какой-то цвет, то после того, как мы немного сдвинули полигон, мы больше никуда не попадаем, там background color или никакого цвета, и у нас такой вот резкий обрыв в никакой цвет. Опять такая ступенчатая, не дифференцируемая функция. Что делать? Ну, здесь идея следующая. А давайте как бы размоем границу, сделаем границу нечеткую. Мы будем говорить, что есть некоторая функция, которая зависит от расстояния до границы. Чем дальше от границы, тем она меньше. Там, в самой границе она либо ноль, либо единица. Внутри полигона нарастает в зависимости от того, как сконструировать. Короче говоря, здесь основная идея – размыть границы. И вот эти две идеи, базовые, размытие границ и смешение цветов, они конструируют новый пайплайн рендеринга, дифференцируемого рендеринга, который называется soft rasterizer. Короче говоря, гладкая растеризация – это подход к дифференциальному рендерингу, базирующийся на двух идеях – размытие границ полигонов и смешение цветов полигонов. Ну, вот здесь перейдем в некоторый пример. Сверху мы берем функцию для размытия, которая зависит от параметра размытия. Чем он больше, тем как бы нечетче граница. Если он там равен, соответственно, нулю, то у нас получается классический пайплайн. Снизу про то, каким образом надо смешивать цвета, там color map. Здесь приведены некоторые формулы, я сейчас, конечно, про них не буду говорить, только отсылаю к оригинальной статье. Ну и плюс я пытался расписать, аккуратненько пояснить, как эти формулы сконструированы в нашей заметке на Хабре, про которую скажу еще чуть позже. Ну вот, кстати, нижний правый рисуночек – это одновременно и размытие границы, и размытие подсвета. Вот получается такая картинка. Где это реализовано? Где это можно потрогать? Во-первых, есть библиотека PyTorch 3D от Facebook Research, которая является надстройкой над PyTorch. В ней реализован софт ростерайзер, причем разные блоки написаны либо на чистом PyTorch, либо на CUDA. Ну на CUDA написан ростеризатор, а все остальное написано на PyTorch. И все достаточно оптимизировано. Тут какая проблема? Если раньше вам надо было хранить только, ну при забуферинге, там и просчете всяких штук, только одну картинку, то здесь на самом деле все зависит от параметра K. Вам нужно K-картина. K-картина глубины, там еще используются, ну вот борисцентрические картина цвета, нормали и прочее. То есть вы раздуваете память в K-раз. В этом проблема, с одной стороны. С другой стороны, не так кошмарно раздуваете память, как можно показаться, а по скорости. Вот товарищи из Facebook Research здесь все достаточно оптимизировали. И вот на этой картинке представлен такой пайплайн дифференциального рендеринга в PyTorch 3D, которым можно пользоваться. Он там реализован в библиотеке нативно. С другой стороны, есть библиотеку от авторов метода, которая называется Soft Rasterizer. Там это все под кудо не оптимизировано, но зато более прозрачно написано. Вот. Ну, здесь просто некоторые данные от разработчиков библиотеки PyTorch 3D, что на самом деле, по сравнению с оригинальной реализацией, им удалось добиться ускорение вычисления вот такого дифференциального рендеринга. с другой стороны, это память раздуло, но как бы такая ситуация, она лавирует между памятью и скоростью. Если у вас достаточно мощный кластер видеокарт, то это не страшно. Так, в чем преимущество именно такого подхода по сравнению с какими-то другими подходами из тех статей, что были перечислены? Так с ним просто играться. Вот вы эти формулы, которые были предъявлены на слайде, вот пример, как их можно забить отчасти через примитивы PyTorch, и руками играться, смотреть с размытием, с границей. Короче говоря, это интуитивно, легко воспринимается. Это удобно программировать, с этим удобно играться. Так что дифференциальный рендеринг, это... Давайте на этот момент вообще. Это процедура, pipeline, рендеринга, в котором каждая составная часть является дифференцируемой и для которой можно прочитать функцию ошибки. Один из подходов – это SoftRasterizer. Он имплементирован на темной библиотеке SoftRasterizer и PyTorch 4D. С ним легко играться. Наверное, самый красивый подход. Теперь, ну да, вот есть дифференцируемый рендеринг. Зачем это можно использовать? Вот есть такая схемка, хорошая, поясняющая один из многих подходов к тому, нафига я делать его дифференцируемым. У нас здесь картинка. Есть нейронная сеть, которая принимает на вход картинку и пытается, допустим, восстановить параметры сцены. То есть по факту нейронная сеть, которая здесь нарисована, это алгоритм 2D-3D. Снимаем на обычную камеру пространство, себя, объект, кого угодно. На выходе получаем 3D-модель. Да, восстанавливаем параметры сцены. Так если у нас есть параметры сцены, есть какой-то движок рендеринга, так давайте отрендерим, получим по этим восстановленным параметрам картинку, посмотрим на то, насколько они отличаются, их разница, и таким образом будем задавать функцию ошибки для обучения. Ну, поскольку все дифференцировано, мы сможем прокинуть ошибку назад. И получается такой self-supervised подход для порождающих моделей. В нем вам не нужен 3D-датасет, что круто, потому что 3D-датасет это хуже, чем 2D-датасет. Про это тоже у меня есть отдельная заметка. В серии есть отдельная на Хабре, я расскажу про нее. Чуть позже, короче говоря, дифференциальный рендеринг позволяет сделать вам целый супервайс обучения для 3D-данных, без 3D-данных. Ну, подходов на самом деле много. Вот, можно реконструировать изображение, можно оптимизировать какие-то деформации над меньшим сцене или над параметрами. Можно просто прямой рендеринг так осуществлять и лучше его регулировать. Ну, подходов много, но все, что для нас важно, это то, что дифференциальный рендеринг за счет того, что ошибку можно прокидывать от картинки к параметрам сцены, позволяет эти параметры сцены двигать в сторону уменьшения функции ошибки. То есть, дифференциальный рендеринг приводит к тому, что становится, возможно, нейронный рендеринг, про который вот как раз поговорим дальше. Надо сказать, что если вы хотите въехать в эту тему, что есть? Есть большая красивая обзорная статья по нейронному рендерингу, про которую я скажу дальше. Есть обзорная большая статья по дифференциальному рендерингу. Да, кстати, все ссылки, презентации, все будет прикреплено в записи. Лекцию по практическим приложениям дифференциального и нейронного рендеринга читают в курсе Deep Learning в MIT. В принципе, вы можете в YouTube вбить MIT Deep Learning Neural Landing, и там будет такой ролик. Потом сами авторы PyTorch 3D в своей статье есть еще обзор на YouTube и описывают то, как у них устроен дифференциальный рендеринг. Можно смотреть в библиотеке в TensorFlow Graphics, в PyTorch 3D, в PyRender, в Software Rasterizer. Там и примеры, и ссылки есть. Есть заметки на Medium, но вот все-все-все это, чтобы обобщить на русском языке и как-то оно получше переварилось в голове. Я написал заметочку. Это четвертая часть из серии 3DML на Хабре. Вот так она выглядит. Ссылку на нее тоже оставлю всем заинтересованным. рекомендую начать с нее. Ладно, идем дальше. Окей, у нас есть дифференциальный рендеринг. Мы это поняли. Поняли, где брать код. Теперь, что такое нейронный рендеринг? Звучит-то как? Прежде скажу маленький комментарий. На самом деле, кратко, суть нейронного рендеринга можно выразить в одном предложении. Значит, нейронный рендеринг это любой алгоритм, который в традиционном пайплайне рендеринга заменяет составную часть нейронной сети. Или по-другому позволяет контролировать параметры сцены с помощью нейронных сетей. И здесь есть маленькое, ну, не то чтобы заблуждение, не заблуждение, а то, что вот у NVIDIA есть технология, которую они встроили нативно сейчас в новую серию видеокарточек, когда они Super Resolution делают в процессе рендеринга, то есть они рендерят картинку там, допустим, в 2К, а потом Super Resolution доводят их на 4К. И иногда вот это называют нейронным рендерингом. На самом деле, это не совсем верно. Почему? Потому что сама модель Super Resolution принимает на вход картинку и на выходе это получается картинка, а промежуточные данные там, не важно, какие там важно, какие цвета соседних пикселей, корректно они восстановлены. В этом смысле эта задача к 3D-то не совсем относится. Поэтому Super Resolution давайте не будем относить к нейронному рендерингу. А вот что будем, давайте сейчас кратко поговорим. Ну, во-первых, чтобы лучше понять все, про что я рассказываю, вот я уже сказал, есть такая статья State of the art on Neural Rendering. Она вышла летом этого года. Если не ошибаюсь, на основе как раз воркшопы и доклады, который был на CVPR 2020, в принципе по этой статье есть 6-часовое видео на YouTube, разбитое там на две части, по 3-4 часа, по-моему, если не ошибаюсь, где все то, про что я буду говорить, освещено в видеопримерах, там говорят авторы этой статьи об этом. Поэтому рекомендую тоже те, кто как хотят погрузиться поглубже, посмотреть. Вот в основном, чтобы определить, что такое нейронный рендеринг, давайте операться на соглашение, к которому пришли ведущие разработчики, ученые в этой области, которые они зафиксировали как раз в этой статье. в общем, у них есть такой тезис, который сказал, что Neural Rendering is Deep Imature Video Generation, но они говорят, что генерирование картинок или видеопотока с помощью метода глубокого обучения, который позволяет явно или нервно контролировать параметры сцены. Вот совсем кратко тезис. Теперь контролировать параметры сцены, а это как? Можно ли это как-то формализовать? Да, можно. Можно сказать, что в целом все, что есть в нейронном рендеринге, можно разбить на классы задач, таксономия задач нейронного рендеринга в зависимости от каких характеристик. Характеристики на самом деле позволяют пояснить, еще какой задачей вы хотите заниматься. Давайте про них пару слов скажем. Во-первых, к характеристикам относятся вид контроля, то есть вы явно будете контролировать параметры сцены и говорить, ой, что-то у меня объект на готовом отрендеренном изображении слишком слева, надо, чтобы он справа был, явно указывать вправо, иди, или неявный. Неявный подход, когда вы говорите, что-то у меня объект в сцене расположен не в том месте, а в какой его нужно, ну я не знаю, но вот у меня есть образец картинки, там вообще про другое, но та же самая табуретка стоит вот так, как бы мне хотелось, то есть неявный контроль параметров сцены. Потом CG Modules здесь имеется в виду, вы не используете вообще алгоритмы рендеринга, вы используете алгоритмы недифференцируемого рендеринга или дифференцируемого рендеринга. Ну и дальше насколько ваш алгоритм умеет обобщать на новые классы объектов или новые классы параметров сцены. Он умеет генерировать за раз только один кадр или несколько, только один объект или несколько. Ну вот по всему поэтому можно делать глобальную классификацию задач нейронного рендеринга. Ну дальше я для удобства буду показывать такую табличку, надо просто сказать что в ней и что. Значит атрибуты задач данные, которые требуются на вход, данные, которые требуются на вход всему алгоритму, данные, которые поступают на вход конкретно нейронной сети и данные, которые получаются на выходе. И всего есть конечное число типов данных. данные могут быть вот те, что перечислены ниже. Картинки, видео, геометрия в виде меша, шум, текст, камера, всякие метки семантические, ключевые точки, объемы, текстуры, глубины и так далее, и так далее. То есть здесь большое разнообразие. Потом очень важно различать подходы нейронного рендеринга по типу контента, с которым вы работаете. Контент это конкретно класса объектов реального мира. Ну вот здесь видите голова человека, тело человека, помещение внутреннее, окружающее пространство в городе или там просто окружающее пространство или отдельно взятый объект, который мы рассматриваем независимо от окружения, где он находится. Это очень важно, потому что в зависимости от типа контента иногда очень сильно отличается подход к тому, как сконструировать модель. Вот некоторый простой пример я покажу в конце, но так условно говоря, когда у нас есть какая-то дополнительная информация, что это не просто какой-то объект, а что нам не важен фон, а это еще и лицо человека, которое хорошо изучено, но мы можем предварительно некоторую математическую модель лица человека использовать для того, чтобы лучше восстанавливать его там, регенерировать. Так, дальше идут контролируемые параметры, но это параметры камеры, поза объекта, освещение, текстуры, там, ну, вот так далее. Значит, explicit, implicit control, я сказал, cgmodules я тоже уже прокомментировал, generality, ну, здесь тоже все это дело есть, вот temporal coherence, здесь это то, что относится к видеопотоку, потому что у вас два соседних кадра при переходе должны генерировать объекты похожим образом, чтобы в двух близко идущих кадрах получились две близко идущие модели и не было вот этой ошибки, связанной с временным смещением, да, temporal coherence. В общем, это такое такое свойство, которое, в принципе, часто возникает в задачах обработки видеопотока. Ну, давайте поговорим, какие крупные группы есть задач нейронного рендеринга, чтобы понять, о чем можно решать. Первая группа задач называется семантический синтез изображений. Он характеризуется тем, что на входе у вас картинка и, может быть, семантика, на выходе картинка, не видео, а в качестве контента вы контролируете на самом деле семантику. Вот что это значит? Проще, например, объяснить. На самом деле у вас есть картинка или видеопоток, ну, обычно давайте поговорим про картинку, и у нас есть маска у этой картинки, семантическая маска, то есть семантическая сегментация, да, вот как здесь с картинками. и, возможно, вы хотите менять только маску и при этом получать новую картинку, которая характерна этой маске. Хороший пример справа. Вот у нас была картинка с гостиной, мы добавили семантической маской, там определенным цветом сзади, сказали, там окно должно быть, и вот на выходе получилась новая перегенерированная картинка, где там сзади вроде как окно. на самом деле самый хороший пример, всем хорошо известный, это NVIDIA Gaogan, NVIDIA Spade модель, да, на входе у вас есть маска, просто нарисованная от руки, на выходе у вас есть там честно сгенерированное изображение, то есть на входе это может быть только семантическая маска, как у NVIDIA Spade, а может быть маска плюс реальная картинка, как на предыдущем примере. Вот на самом деле это простейший класс задач, и ровного рендеринга это семантический анализ фотографии. Какие еще есть задачи? Синтез изображения с нового ракурса. Ну, здесь в принципе из названия все понятно, что у вас есть изображение, которое описывает объект, который находится под определенным ракурсом, вы хотите контролировать камеру или камеру освещение и сказать, это, конечно, хорошо, что ты снял мне лицо человека в профиль, а можно как-то фас или как-то по-другому. И в этом смысле здесь какие контролируемые параметры сцены? Действительно, у вас на вход картинка, на выход тоже картинка с другого вида, но контролируете вы на самом деле параметр камеры. Здесь в табличках всегда перечислены некоторые статьи, подходы, алгоритмы, которые для этого применяются. Здесь разные есть варианты, какие вам данные нужны промежуточные, нужна ли вам глубина или не нужна, вы хотите восстанавливать с другого ракурса вместе с фоном без фона, там явно менять параметры камеры не явно, но в целом я думаю, что идея понятна. Сфотографировали лицо человека с одного боку, подаем нейронной сети на вход это изображение, она вам выдает как бы выглядел человек с другого боку сфотографированный. А промежуточно там есть реально параметры камеры, сцена, лицо человека, каким-то образом контролируемая среда. Но это было про картинки. Дальше есть отдельно для видео. В принципе аналог предыдущей задачи только для видео это Freeviewpoint Video Task. Когда мы тут не очень немного работы, на самом деле очень сложная штука. Когда на входе у вас видео плюс параметры, может какая-то дополнительная картинка, а на выходе вы хотите получать изображение того, тут лучше так сказать аккуратно, видео поток весь пережимается в сцену, которую вы потом с разных ракурсов хотите рендерить. то есть условно это такая штука. Мы записали видео того, как мы ходим по комнате по своей, а потом модели говорим а сгенерирую сейчас фотографию потолка комнаты, а сгенерирую сейчас фотографию дивана, который был в таком-то месте в этой комнате. Это очень сложная задача, здесь очень непростые алгоритмы, мало пока что сделано, но кое-что есть. Самая понятная наверное задача, с которой можно начать экспериментировать, то есть перерисовка освещения в картинке. Ну что уж тут говорить, на вход вы получаете картинку, пытаетесь у нее с помощью модели нейронного рендеринга как-то понять, а где находился источник света, как бы в сцене, которая была вроде отрендерена в реальном мире. Потом двигаете его и получаете новую картинку. Ну вот здесь сверху хороший пример, что входная картинка, модель освещения задается неявно через другую картинку с позиции солнца, и вы говорите, как бы выглядело это изображение, если бы там солнце было не такое, как на входной картинке, а скажем восходное или закатное наоборот, да, и получаете новое изображение. есть примеры, где вы явным образом можете говорить, где должен находиться источник света, у вас тень в изображении перевисовывается, или группа теней от группы объектов, в общем, вариантов разных много, в разных работах можно посмотреть, там, 50% точно из этих работ доступны с ходом на гитхабе, можно экспериментировать. Более знакомые нам повседневные задачи, это задачи, связанные с человеком, конкретно с лицом и с телом. Вот сначала с лицом facial reenactment в том смысле, что давайте подменять лицо, делать дипфейки. На самом деле дипфейки, связанные с лицами, это все то, что относится к моделям нейронного рендеринга. На входе у вас видеопоток и может быть еще параметры камеры, а на выходе у вас другой видеопоток, может быть замиксованный с чем-то, с аудио информацией или только картинку. А контролируете вы что? Контролируете вы текстуры или камеры, или контент. То есть вы хотите одно лицо заменять другим. Понятно, что у вас было исходное лицо, вы определяете, какую часть его надо вырезать, на какую подменить. Может быть это будет видеопоток, где это лицо будет разговаривать и говорить именно те слова, что бы вы хотели, чтобы оно говорило. То есть на самом деле все вот эти дипфейки, они так или иначе систематизируются в модели нейронного рендеринга, потому что вам нужно понимать геометрию лица человека и то, как она эволюционирует в течение времени. Ну и аналогичная задача для тела в боди здесь, в общем, вы на вход подаете видеопоток или фотографию с телом человека и хотите одно тело подменять на другое или там определять скелет или заставлять человека двигаться определенным образом. Ну, короче, дипфейк только для тела. Такие модели тоже есть. Ну, в общем, это все, что касалось того, какие есть задачи базовые нейронного рендеринга. и к данному моменту вот, что мы для себя должны выяснить. Есть большой красивый 3D-мейт. Все, что связано с обработками фидового данных. Там есть много задач. Одна из задач это когда у нас 3D-мейт возникает промежуточно. А еще более конкретно это задачи, когда мы входной видеопоток или фотопоток преобразуем в выходной таким образом, что подменяем какие-то геометрические свойства сцены. И все это относится к нейронному рендерингу. И вот там есть подмена лица, тела, освещение, позиции камеры, семантики того, что вы видите в сцене. Ну и на самом деле можно предложить еще некоторые классы задач. Ну вот такие наиболее распространенные. Теперь, а как бы мне начать вот с этим экспериментировать? С чего начать? Можно ли выбрать какие-то задачи, модели, с которыми можно копаться руками? Можно. Некоторые из них я хочу предложить. Во-первых, давайте начнем с человека, ну, либо с тела, либо с лица. И тут, скажем, следующую штуку. В целом, подходов к описанию поверхностей много. Они все там разные. Есть публика точек, есть меж, есть воксельный подход, есть параметрическое описание. Ну, в общем, много всякого. Но глобально так, глобально, наверное, можно разделить все возможные формы описания поверхности, неважно чего, на две группы. Параметрические, непараметрические. Это как у моделей восстановления плотности распределения по данным, да, знаете, есть ядерные подходы, там, всякие паразмские окна, метод живейших соседей, у которых есть только гиперпараметры, а на самом деле вы заранее не предполагаете, каким распределением данные обладают, да, не параметрические методы, а есть параметрические всякие гауссен микча, ем алгоритмы, вот и прочее, где вы только уточняете, вы говорите, а, у меня данные нормальные, нам надо бы только параметр уточнить от ожидания, дисперсия. То же самое с формулами. Вот, например, в 90-х годах в институте информации и подразделения института Макса Планка была разработана обалдельно хорошо работающая параметрическая модель человеческого лица, которая там порядка несколько сотен, ну, а на самом деле значимых только несколько десятков параметров, двигая которые, вы можете управлять человеческим лицом, да, один параметр отвечает за скулы, другой за глаза, третий там за нос, четвертый еще за что-нибудь, в итоге говоря, у вас получается такая машина с ползунками, все, что вам нужно сделать, это настраивать этот конечный набор ползунков, параметрические модели формы, можно использовать в задачах нейронного рендеринга такие модели, а можно просто восстанавливать меш такой, каким он является, в этом смысле вот, 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 картинка, а на выходе у вас получился меш, где у вас нету разделения между кожей, одеждой, волосами и так далее, вот, все это одна сплошная поверхность одного меша, эта картинка взята из работы PIFU HD, тоже по Facebook Research, и она вот является хорошим таким примером непараметрической модели, которая относится к восстановлению геометрии тела, и в некотором смысле тоже является задачей нейронного рендеринга, вот, что мы попробуем сейчас понять, как сделать? Давайте попробуем решить задачу, связанную вот, с человеческим лицом, то есть восстановление параметров лица и сцены, на котором это лицо находилось. В качестве восстановительной модели, то есть то, что мы будем восстанавливать, мы будем как раз придерживаться параметрического подхода, мы будем считать, что у нас уже есть некая параметрическая модель, сейчас скажу, какая, у нас будет на вход картинка, и мы будем пытаться ее восстановить, эту модель. То есть вот такую практическую задачу, давайте попробуем разобрать, какие здесь шаги и как можно с этим экспериментировать. сейчас я буду демонстрировать код, разбирать, как он устроен, комментировать, какие этапы за что отвечают, может быть, пока я на него переключаюсь, у вас возникли некоторые вопросы, потому что по общей части, пониманию, скажем так, шорт интро у меня все, дальше будем обсуждать только практику, если у вас возникли какие-то вопросы, вы бы рад на них ответить. Так, пока переключусь на код. Сначала, да, вот так, сначала посмотрим код из оригинального софта Starizer и некоторым образом прокомментируем, как тут можно играться. Да, кстати, вот заметка, про которую я говорил на Хабре по 3DML, четвертая часть, если не видели, почитайте, буду рад отзывам может как-то скорректировать, но здесь вот все то, про что я говорю, оно есть, все источники здесь есть, в принципе, то, про что мы говорим, вот эту заметку можно пользоваться как базой, от которой оттолкаться и уже смотреть какие-то разные источники. Вот, и здесь же как бы вся эта теория описана, чуть может быть более подробно, ссылки на все источники и, конечно же, примеры с кодом, они тоже разобраны, причем даже может быть чуть более кратко, все результаты, откуда взять данные, стащить, и так далее, и так далее. Так, секунду, ну, вроде вопросов пока нет. Ну, ладно, может появится чуть позже. Давайте продолжим. Так, первое, с чего можно начать экспериментировать, то есть, где взять код, чего, как написать. Давайте начнем даже не с нейронного рендеринга, еще опустимся там, шаг назад, про дифференциальный рендеринг, потому что экспериментировать дифференциальным рендерингом тоже достаточно забавно. Вот я рассказал про подход мягкого ростеризатора, а на самом деле есть подход, связанный с тем, что, ну, там, вот метод Монте-Карло, вы генерируете лучи и просто собираете их хитрым образом у границы неж, то есть, тут-то явно функция размытия задана, а можно вместо функции размытия использовать методы Монте-Карло генерировать лучи, которые, как-то утыкаются и по сцене проходят, и в этом смысле более физично восстанавливают цвет или границу, но, с другой стороны, это будет более дорогой подход, и с ним уже посложнее играться. Значит, вот берем библиотеку, называется SoftRust, библиотека, которую написали авторы оригинальной статьи про SoftRust Rasterizer. Ну, в данном случае он называется SoftRender. И можно поставить перед собой такую задачу, как выглядит код, в котором мы явно играем с параметрами размытия и так далее. На самом деле все достаточно просто. Если вы начинаете пользоваться этой библиотекой, кстати, для нее вам никакие видеокарты там, ничего сложного не надо, это работает. Коллаби работает. Да, кстати, все вот эти примеры, с ними можно экспериментировать в Google Коллаби. Ссылка есть вот в этой заметке на Хабре. Там вначале есть репозитории, в котором приведены гипотерские ноутбуки, которые можно запускать в Коллаби и тем или иным образом воспроизводить все эти примеры. Так что вам на самом деле все, что вам нужно, это браузер, и вы можете со всем этим играться в Коллаби. Да, другой вопрос, что некоторые библиотеки иногда нужно подождать время, пока установится. Допустим, если вы хотите не устойчивую версию из мастера PyTorch3D, а какую-нибудь самую последнюю или какую-нибудь конкретную, надо будет ее скомпилировать таким образом. А так, в целом, в Конде, допустим, она лежит, ее можно достаточно быстро подтянуть. Пипом или Конде очень быстро. Вот. Так, первый пример, как надуть корову, да, то есть, как поразмывать свою модель, поиграться с этим параметром. Почему корова? Потому что есть такая моделька, весьма популярная. Сейчас, где она, наша корова? Ну, которая там уже была в презентации. Вот. Короче говоря, как сгенерировать вот такую гифку и посмотреть, как у вас, в зависимости от параметров, искажаются текстуры, насколько становится прозрачная моделька, чтобы определить, до какой степени вы готовы идти на эти искажения. Ну, тут, на самом деле, вот совсем простое. Все, что вам нужно, это софт-рендер, вот это софт-рестерайзер. Все остальное это вспомогательные вещи, с которыми остальные, я думаю, и так знакомы. А моделька корова, она такая знаменитая, ее легко скачать отсюда, откуда только можно. Значит, когда вы рендерите сцену, вам нужна камера, то есть надо задать на каком расстоянии, в свеческих координатах, где она находится. Вам нужен сам меж объекта. Вот, в случае софта-рестерайзера есть специальный класс меж, в котором вы можете взять из обжа, а можно и не из обжа. Что там нужны? Текстуры, разрешение текстур, тип, входной файл, и вот вы получаете некоторый объект, в котором будете работать. Потом создаете как раз-таки pipeline рендеринга, рендер, в котором всего лишь надо указать, какой у вас мод камеры. Круто, у вас есть объект, у вас есть рендерер, в котором есть камера, которую можно управлять. Что делать дальше? Ну, дальше здесь вот некоторая настройка над тем, как получать гифку, которую я показывал ниже. Самое главное, что нужно понимать, происходит вот. Делаем reset mesh, то есть устанавливаем в центр сцены, единичную экосферу помещаем, поворачиваем, короче говоря, делаем одинаковое начало для отрисовки. Дальше устанавливаем камеру, которая как-то смотрит на эту mesh. Вот здесь просто в ptf, цикле for перебираются всякие разные параметры. Можно вот так вокруг модели покрутиться, камера еще как-то покрутиться и получить картинки. Как получается картинка? Просто вызываете метод render mesh, все за вас уже реализовано, в этом софт rasterizer, подаете на ход mesh, получаете картинку, вот и все. А дальше в зависимости от того, где она у вас лежала, на видеокарте, на видеокарте, куда-то ее надо запихнуть и записать. Короче говоря, вот этот код позволяет вам генерировать картинку, облет вашего коровы, вашей модели с помощью камеры, реализованной на основе pipeline на софт rasterizer. Здесь пока магия не происходит. Другой вопрос, если вы хотите поиграться с параметрами размытия, ну вот здесь уже интереснее, да, вот вы берете параметр размытия по цвету, параметр размытия, параметр сколько цветов блендить и начинаете их менять. Ну здесь происходит примерно так, устанавливается параметр размытия границы, параметр размытия цвета. После того, как они установлены у самого вот этого рендерера, рендерится картинка Mesh по задным кстати углам камеры, зафиксированным строго, ну а дальше эта картинка отправляется куда-то. В данном случае она отправляется в петлю анимации, чтобы сгенерировать вам гифку. Вот и все. Ну если вы что-то делали со своим Mesh, перевосстанавливали вы как-то или тоже как-то меняли, можно его потом сохранить. В итоге с одной стороны вы с помощью софт рестерайзера умеете делать пролет по сцене, вот такой вот, с другой стороны вы умеете софт рестерайзером менять параметры, про которые я говорил, и вот получается такое нагуте коровы. С этим можно экспериментировать не только в оригинальной библиотеке, лучше с этим экспериментировать в PyTorch 3D. Там для этого прописан специальный класс дифференциального рендеринга, и для PyTorch 3D есть готовые туториалы, которые как раз описывают то, как играться с этими параметрами. Другой вопрос. Погружайтесь в 3DML, впервые находите какие-то библиотеки. Заходите на GitHub в PyTorch 3D, кстати, давайте быстренько заглянем в него. PyTorch 3D. И что мы обнаружили? Тут есть много разных примеров, в которых что-то происходит, и какие-то примеры для нас очевидны. Деформация из одного меша в другой, ну понятно, обучение форме, оптимизация позиции камеры, ну то, что относится к SLAM-алгоритмам. Окей. Такая позиция камеры, сякая позиция камеры, как рендерить текстурированный меш, как рисовать облакоточек, как рисовать модель человека, как прописывать даталоадеры для 3D-датасетов, но вот там рендеринг текстурный меш. Ну и что, что рендеринг текстурный меш. Что, я его отрендерить где-то другим, если не могу? Вот здесь как раз надо обращать внимание вот по этом примере или вот камер позиция оптимизация, что весь рендеринг, он происходит на основе рестерайзера, и у вас там тем или иным образом заданы вот эти параметры размытия по цвету и по границе. Если, например, открыть ноутбук с чайником, сейчас я найду вам это место, вот видите, тут есть blend парамс. Это как раз и есть те самые параметры размытия по цвету и по границе, которые определяют, какой именно рендеринг у вас будет происходить для той или иной задачи. Молодцы, убрали, раньше картинки у них оставались в ноутбуке. Конкретно данный пример у вас есть. Чайник, картинка чайника, который вы хотите, получите, камера, которая делится по сцене, пытается найти как бы до этого чайника добраться. Здесь оптимизируется какой параметр, позиция камеры. Но есть более сложный, более красивый пример. Вот как раз с подобных примеров мы советуем начинать. Это когда вы в сцене пытаетесь восстановить все разом. Вы пытаетесь восстановить параметры камеры, освещения, геометрии, текстур, всего-всего-всего-всего. Вот как раз тот самый пример с лицом человека. Он хорошо описан, является в некотором смысле классическим, но если вы раньше не сталкивались с дифференциальным или нейронным рендерингом, может быть, он вам не знаком. Вот есть такой датасет, Basal Face Model, версия разных годов. В нем как раз хранятся в виде базы данных параметрические модели лиц людей. он открытый, его достаточно несложно получить, у вас на это уйдет 15 минут написать, заполнить форму, получить ссылку на скачивание, скачать, ну и дальше распаковать, можно использовать. Если вас интересуют данные, то вот Basal Face Model можно использовать для начала, она весит, кстати, не очень много, порядка 500 мегабайт. Если вас интересует, то как именно устроена параметрическая модель человека, вот я говорил, в институте Макса Планха изобрели, есть замечательная статья, которая описывает, как эти ползунки именно устроены, как аж в 90, сейчас что-то я подзабыл, в каком году конкретно была эта штука, а в 99 году, в каком-то таком году как работали с моделями людей, там просто брали, сканировали, типа ручным глидаром лица сотрудников университета в высоком качестве, потом выделяли методом главных компонент значимые признаки, ну а потом там производили некоторое хитрое отсеивание, вот таким образом получилась параметрическая модель лица, по которой вот потом был собран этот датасет, про который я говорю. Так, класс, у нас есть датасет, у нас есть лицо, как с этим экспериментировать? Есть еще одна библиотека, про которую я сегодня говорил, не называл, PyRedner. Это альтернативный подход к дифференциальному рендерингу, как раз основанный на методе Монте-Карло. Можно использовать в качестве примера вот этот код, он же более подробно описан вот здесь вот в заметке на Хабре со всеми со всеми этапами, со всеми пояснительными комментариями, а можно попытаться этот пример переписать, используя софт астерайзер. Короче говоря, можно экспериментировать с разными базовыми, лежащими в основном алгоритмами дифференциального рендеринга. Как устроен пример? Смотрите, мы распаковываем модель человеческого лица вот в этом параметрическом формате, берем в качестве базисной модели среднюю, усредненную вообще в целом человеческую форму лица, то есть ту, из которой уже удобно дальше лепить. берете модель лица, то есть саму геометрию, сам меж, берете модель контролируемых параметров для этого лица, ну, цвета, усредненный цвет лица тоже важен, и вот это то, с чем мы будем играться. Теперь, как мы будем с этим играться? Мы прописываем такую штуку, которая на вход принимает позицию камеры, ну, типа, где она находится, куда она смотрит, она принимает на вход коэффициенты, вот эти ползунки, для формы, для цвета, принимает на вход параметры освещенности сцены, то есть какой-то ambient light и точечный источник освещения, да, и как бы пишем свой рендер-движок, то есть вот на вход он принимает все вот эти основные параметры сцены, а дальше что он делает с ними? Делает он вот что, он берет вашу форму лица, которая была, берет базисную форму лица, она в матричном виде задана, очень удобно, и умножает это на как раз-таки вот эти коэффициенты, формы, ползунки, которые вы двигаете для того, чтобы менять параметры. Эти ползунки в данном случае управляемые у нас, shape coers, да, то есть их мы будем обучать, на них мы будем обучаться, их мы будем пытаться контролировать и восстанавливать. То есть первоначально вы генерируете нормали цвета и вершины, как берете среднее, среднее человеческое лицо, потом берете базисные ползунки и двигаете их. То есть по сути вы разложили всю свою сцену на вот такие контролируемые ползунки, которые можно двигать, которые мы пытаемся обучить. Малое число параметров. Параметрическая модель в этом смысле очень здоровская. Вне зависимости от того, какая у вас детализация меша, у вас всегда по этой модели фиксированное число параметров. В этом ее огромное преимущество перед другими моделями. Такими, например, как PIFU, PIFU HD. Там, если вы хотите получить очень большое разрешение меша, вам надо убить просто память видеокарты в ноль. Там, ну, то есть сделали Subdivision и все. До свидания, память видеокарты. Если это не RTX 3090, у тебя это на видеокарту не влезет. Эта штука, с нее хорошо начать экспериментировать. Там можно ставить малое разрешение у полигональной модели, при этом количество полулингов будет то же самое, что для больших. Смысл не поменяется. Так вот, берем мы модель геометрии, модель цвета, текстуры, да, собираем рендер-движок как раз из всего того, что мы перечислили. На сцену кладем объект, создаем модель камеры. Как мы ее создаем? Мы как раз таки подаем на вход параметры, которые тоже будем обучать, где находятся, куда смотрят. Ну, а здесь какие-то параметры зафиксируют. Создаем сцену, в которой есть камера и объект, на который эта камера смотрит. В сцене добавляем освещение, в которое мы тоже попытаемся выучить, какой там ambient color, какой там directional light. И после того, как мы все это сделали, мы рендерим картинку и на выходе получаем изображение. То есть создаем pipeline дифференцированного рендеринга. То есть, смотрите, мы решаем задачу восстановления формы, текстуры, позиции и освещения человеческого лица, чтобы потом эти параметры контролировать. То есть, по сути, для того, чтобы решать задачу нейронного рендеринга. Но в качестве функции, для того, чтобы сконструировать функцию потерь, для того, чтобы сконструировать функцию потерь, мы предварительно собираем pipeline дифференцированного рендеринга. ну, дальше такая идея, как вообще выглядит усредненная модель человеческого лица. Вот здесь можно взять камеру, поместить перед лицом, взять какое-то базовое освещение и отрендерить его. Вот так выглядит усредненная модель человеческого лица. Не женская, не мужская, не какой. Вот какой. А дальше вот что. Давайте попробуем реализовать ту самую идею self-supervised 3D reconstruction. В качестве лица, которое мы хотели восстановить, возьмем монолизу. То есть, что мы сейчас будем пытаться понять? На вход у нас вот эта картинка, а на выходе мы попытаемся понять, где находился источник света и как он освещал лицо монолизы, как у нее была повернута голова в пространстве. Какова геометрия конкретно этого лица, а не усредненного? А каковы особенности текстуры этого лица? Где у нее кожа темнее, где еще какие-то особенности? То есть, по факту, вот что мы сделаем. На основе дифференциального рендеринга, сделанного методом Монте-Карло, мы сконструируем модель нейронного рендеринга, которая по входному изображению человеческого лица восстановит все пространственные характеристики этого лица и сцены, в котором это лицо когда-то находилось. То есть, дифференциальный нейронный рендеринг и машинное обучение позволят нам заглянуть в прошлое. Мы смотрим на картину Монолизы, а на самом деле то, что мы видим, это где несколько сотен лет назад находился источник света, как была повернута голова, и если у нас есть модель этого лица, мы можем его на 3D-принтере напечатать и потрогать, не знаю, тактильно ощутить. Нейронный рендеринг позволяет одно из классных приложений взглянуть в прошлое. Но выглядит это все достаточно стандартно. Мы задаем начальное приближение всем параметрам, которые мы будем оптимизировать. Тут пример написан на PyTorch, хотя есть аналогичный пример написан на TensorFlow, я посчитаю PyTorch. Говорим, что да, будем прокидывать градиенты по всем этим параметрам, а что нам позволяет написать requires greater в PyTorch для вот этих параметров? Как раз то, что когда мы будем учитывать функцию ошибки для этих параметров на сцене, она реально высчитывается, потому что она будет дифференцирована. Задаем некоторый оптимизатор, как всегда. В данном случае это Adaptive Moment Optimizer Adam. Оптимизировать мы будем относительно вот как раз этих параметров формы, цвет, света. Какой-то Learning Rate фиксируем, задаем. Кстати, обратите внимание, у нас есть оптимизатор для объекта формы и отдельный оптимизатор для камеры. То есть можно было попытаться все запихнуть в одно, но в задачах нейронного рендерга иногда разумно разделять объекты. Вот вот это все, что касается этого объекта, вот это все, что касается с... Ну а дальше то, что во всех других практических примерах машинного обучения вы, возможно, видели миллион раз. В цикле в данном случае просто 500 итераций сделать, сгенерировать картинку с текущими параметрами, рассчитать ошибку. Здесь ошибка изображения считается, видите, весьма примитивно, как среднеквадратичное отклонение по всем пикселям. Правда, добавляются еще регуляризаторы. В качестве регуляризаторов служат как раз-таки цветовые и пространственные коэффициенты формы, потому что считается, что, ну вы знаете, как-то мы считаем, что вряд ли лицо человека очень сильно перекособочит, что там сейчас просто какой-то черт получится страшный. Давайте мы будем считать, что монолиза, она от средних параметров человеческого лица отличается незначительно, чтобы там далеко не уйти в какое-нибудь переобучение или еще страшное. Давайте будем считать, что там типа у нее вот здесь темно под бровью не потому, что у нее там кожа черная неожиданно стала, накрасилась плохо, а потому, что тень просто падает. Вот эти параметры регуляризации позволяют эту штуку сделать. Да, то есть задаем ошибку, прокидываем вот Lost Backward, спасибо дифференциальному рендерингу, что мы смогли это сделать. Делаем шаг в сторону уголи по форме и по камере. Ну, дальше мы хотим здесь некоторый контроль, то есть мы записываем потерю, записываем картинки спустя сколько-то итераций там, для того, чтобы это как-то дело все контролировать. Все, что касается дальше, это просто видеоролик у нас такой получается, в котором мы видим, как у нас к текущей итерации равна функция потерь, мы видим результат, который у нас получается, ну, и мы видим некоторую ошибку как раз-таки на картинке, насколько у нас картинки как-то отличаются по этой ошибке. Ну, вот здесь было сделано всего 500 итераций, видно, что после 500 итераций вот у нас лицо повернулось вот так вот влево, что источник света немножко поменялся, хотя геометрия вот некоторым незначительным образом изменилась. Ну, в конце получается вот такой красивый ролик, в котором видно, как за эти 500 итераций у нас поменялось. Во-первых, у нас достаточно быстро модель поняла, что цвет надо брать другой, не белое лицо, монолиза, все-таки оно какое-то больше такое. Во-вторых, оно поняло, что надо начать двигать лицо вбок по сравнению с картинкой. Спустя некоторое время поняла, что его надо начать поворачивать, потому что видно только одно ухо. Как менялась геометрия, это надо смотреть отдельно, здесь изменение сразу всех параметров сцены происходит. из явного посмотрите, тут что видно. Нос меняется, монолиза не такой нос, как у среднего человека. И надбровные дуги искажаются некоторым образом, хотя здесь надо отдельно в 3D движке смотреть, чтобы понять, насколько у нас здесь поменялись эти характеристики. Вот. И все, что вам нужно для этого примера, это на самом деле какие-то стандартные питомские библиотеки, PyTorch, какая-то версия дифференциального рендерера, здесь это модуль PyRender, хотя то же самое вы можете сделать с помощью PyTorch 3D, с помощью софт-растерайзера и других библиотек. Они все открыты, доступны, для них прописана документация, для них сделаны примеры. Хотите дифференцируйте только с дифференциальным рендерингом, хотите берите готовый дифференциальный рендеринг, экспериментируйте с моделями нейронного рендеринга. Что касается датасетов, сразу скажу, что если не знаете с какого начать чего смотреть, конечно все зависит от задачи, но вообще здесь серия заметок, так на всякий случай расскажу, в третьей заметке как раз изложены какие есть датасеты 3D-шные, с такими датасетами хотите начать, там и фреймворки, которыми можно пользоваться. И еще если вас интересуют датасеты, то вот обзорная статья по нейронному рендерингу, про которую я говорил, сейчас, вот это вот, просто залезаете в нее, смотрите на группу задач, типа задача дипфейка по лицу, задача дипфейка по телу, задача перерисовки света, и смотрите в этой табличке, а на каких датасетах все вот эти товарищи, которые решали похожие задачи, обучались, можно использовать эти датасеты. Так что если проводить итог некоторый, можно сказать следующее. в мире, в котором активно развиваются фиджитал технологии, то есть смесь физических свойств цифровых, физическая в мире геометрия, которую хотелось бы понимать, распознавать и изменять. Цифровое это средство нашего взаимодействия с геометрией. Мы уже с геометрией не линейкой, ручкой, руками взаимодействуем, а нашими устройствами, смартфонами, очками дополненной реальности, беспилотными автомобилями, еще чем-то. Вот в мире, в котором переходят и оцифровываются, и нам хотелось бы лучше понимать, подменять, искажать, важно решать задачи, связанные с 3DML. Один из классов таких задач это подменение информации в видеопотоке, нейронный рендеринг. Нейронный рендеринг основан на дифференциальном рендеринге. Что это такое, я сегодня кратко пытался объяснить. С чего начать тоже показал. И надо сказать, что здесь еще очень много идей, которые еще не были опробованы, потому что, скажем, модели лица были известны в 90-х. Какие-то пайплайны рендеринга в нулевых хорошо устоялись. В 90-х первые рендермен у Pixar еще в 80-х. Начали они пилить. пайплайны вот именно эта синергия компьютерного зрения, машинного обучения, компьютерной графики, которая сегодня нам из такого общего употребимого принесла дипфейки, какие-то маски в инстаграме, снэпчате. Казалось бы, на самом деле она имеет далеко идущие последствия, потому что чем лучше мы умеем обрабатывать пространственную информацию, здесь пришел компьютинг, тем лучше мы сможем чувствовать мир с помощью устройств, которые тоже развиваются. Представьте, что прошло пять лет и очки дополненной реальности это то тонкие линзы, которые вам вообще никак не мешают. И у вас лидар встроен в куртку, допустим, вы видите в темноте, вы видите геометрию всех окружающих объектов, и вы хотели бы мир вокруг себя увидеть по-другому или узнать его свойства. Вот здесь без модели нейронного рендеринга никак. Он будет такой модуль подменять вам видеопотоки в дополненной реальности то, что вы видите свойственное, которое вы хотите увидеть. Ну вот как эти примеры с семантической маской. Представьте, что мы берем семантическую маску объектов пространства, которые реально видим, а видим мир вот таким вот красочным, художественным, что для нас мы видим глазами Ван Гога, мы возвращаемся в прошлое с помощью нейронного рендеринга. Куча важных задач вдохновляющих, несложно с них начать решать, и то, что первая такая подробная дифференциал рендеринг сервей и state of the art on neural rendering вышли только в 2020 году, но показывает, что к такому осознанию, что есть такая область, что есть важность заниматься, мы пришли только сейчас, вот к этому году. То, что это появилось в движках таких, как PyTorch 3D TensorFlow Graphics только в начале 2020 года, в конце 2019, он тоже показывает, что в целом к инструментариям мы тоже только недавно пришли. Здесь плацдарм дальнейший для крутых исследований, которые как-то можно применять в графике, в дополненной реальности, и я призываю всех, кто не пробовал, попробовать, поэкспериментировать, посмотреть, какие доступные модели, вот, рассказать нам, может быть, у вас получится что-то красивое. Вот, у меня на этом все, у нас прошло приблизительно полтора часа, как я и хотел уложиться. если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, давайте пообсуждаем что-то, может, подискутируем, согласны, с тем, что это важно, не согласны, может, какие-то примеры, знаете, которые я не успел рассказать, может, что-то еще, буду радовать вопросам. Так, на всякий случай открою чатик и посмотрю, мало ли кто-то хочет такую фуку, спросить, что-нибудь, нет, вопросов нет, насколько я понимаю. Ну ладно, вопросы, они вы знаете, да, сейчас уже вечер, может быть, поспите, и вам приснится прекрасный мир дополненной реальности, будущий, фиджитал, мир будущего, у вас возникнут вопросы, а как его начать реализовывать. Ну, если что, пишите, не обязательно прямо сейчас, есть почта, есть наши телеграм-каналы, фиджитал арт, фиджитал кейсы, фиджитал графикс, на сайте есть контакты, почты, в общем, короче говоря, если любые мысли возникнут, пишите, комментарии к заметке на Хабре, на нашем медиум, пожалуйста, мы всегда рады обсудить со всеми вот эти темы. Так, пару вопросов все-таки, что-то вроде какие-то есть, ничего не понятно, очень интересно, да, так всегда, когда первый раз сталкиваешься с человеком, с обедающим. Пример с Монализы, да, недолго, 500 витераций, вот у меня ноутбук, например, там NVIDIA, ну я на видеокарту пробрасывал, соответственно, у меня GTX 1080 Ti 500 итераций, вот этот пример, который я показывал, обучается приблизительно 3-3,5 минуты. Но это неоптимизировано, то есть это то, что PyRedner, который с этим, с методом Монте-Карло, если мы говорим про время обучения, более оптимизированных вещей, таких как софт-рестерайзер, реализованный в KUDI, в PyTorch 3D, там время на 500 итераций, приблизительно похожие штуки, ну не 3,5 минуты, а скажем, минуту или меньше, в зависимости от того, какой параметр количества блендинга слоев установится. Вот, конечно, у обучения моделей 3D есть свои вызовы технологические, этот проект хорошо, что заметили, вот, но это как бы тема для отдельного разговора с каким-то 3D-пакетом совмещать эти библиотеки. Ну смотрите, все, что я говорю, это сейчас было в основном про Python, и здесь все экспериментальное, поэтому, скорее всего, Python. Если мы говорим про пакеты, вот мы, например, когда экспериментируем, что используем дополнительно, Blender, Unity, но встраивание ничем, ну то есть взаимодействие Blender и Unity вот этих скриптов, оно какой-то особенностью для 3D, ну то есть для этих задач, оно не отличается. Как бы вы просто связывали Blender Python и Unity, тут то же самое. Будение пока, ну вот я не знаю, мы не пробовали, хотя действительно говорят мощная вещь, пока хватает Blender и Unity. Тут вот еще в чем дело, есть еще куча библиотек, про которые я не сказал, тоже достаточно оптимизированных для Python. Там всякие Tremesh есть еще там, ну допустим, PyTorch Geometric, Nvidia Coalib, так далее. Короче, есть много библиотек, там разные фишки, ну наверное, наш наиболее релевантный опыт это Blender, Unity и вот Python. Тут про гудение не могу сказать. Так, насколько ресурсозатратно, где подобное будет работать на мобильном или среднем ПК. Значит, если мы говорим, тут надо, ну понятно, как всегда, различаем обучение и имплементацию. если мы говорим про имплементацию, то да, можно это сделать на среднем, там, на мобилке, но пока, ну конечно, еще зависит от задачи, тут все правда очень зависит от задачи, но вот смотрите, у вас те же самые маски в Инстаграме работают достаточно универсально, считайте, к этому относятся, имплементацию можно сделать. Что касается обучения, вот здесь все очень сильно зависит от задачи. Есть некоторые задачи 3DML, где нельзя вот этот self-supervised loop сделать, и вам приходится работать на одном, на входе 3D, на выходе 3D, жрет ресурсов прилично, тут надо уже, да, тут надо напрягаться. Но, но, вот преимущество модели нейронного рендеринга, то, что там вам не нужно просчитывать, скажем, функции ошибки для 3D, то есть вам не надо рассмотреть рассогласование 3D-форм в 3D, вы смотрите рассогласование 3D-форм в 2D, это жрет памяти, конечно, меньше. Где можно начать экспериментировать? В коллабе хватит вполне ресурсов, если у вас есть хоть сколько-нибудь мощная карта, поддерживающая куда-то технологии, типа, вот я сказал, GTX 1080, хотя, на сегодняшний день надо уже, чтобы видеопамяти в карте было ну, хотя бы больше, чем 8 гигабайт, желательно 12, ну, вы знаете, RTX 3090 и так далее, там 24 гигабайта видеопамяти уже хорошо до чего угодно влезет. Так, дальше, апределятор свой-чужой, генерейшн-пи, оцифровку, а, ну, да, то, что касается оцифровки, хороший пример. Запись, презентация, да, будет доступна, еще даже ставим кодами и всякими дополнительными ссылочками. Почему LiDAR в iPad не LiDAR? Ну, потому что там это техническая деталь. Из-за того, как он сетку прокидывает, там, пассивное сканирование, неактивное, он не считает количество откликов. так, пробудение сказал. Самый сложный и интересный проект используем на этих подходах. Ну, область достаточно новая, еще куча экспериментов предстоит впереди, в 3D ML задачи разные. Есть детектирование форм, восстановление каких-то пространственных характеристик. Давайте еще раз быстренько скажу. Я бы так сказал, то, что касается нейронного рендеринга, оно вот здесь, 3D Assistant Timer Analysis. И именно из практики, не только у нас, я думаю, много у кого, здесь не супер сильно много накопилось. Это больше про анализ какой-нибудь, может быть, генерацию. Но если из-за интересных опытов, то вы знаете, на нашем сайте, там же, где форма регистрации, давайте открою, если зайдете в портфолио, вот тут есть внизу всякие эксперименты, ресерчи и прочее, вот Gaogan VR, вот эта модель, про которую я говорил, которая вот семантическая маска, она рисует, видео там обучили, очень хорошо сделали модель, но как ее можно применять, да, как ее можно применять, вот одна из идей, а давайте в движке в каком-нибудь, типа Unity, сцену, в сцене расставлять только простые объекты, шары, кубы и красить их в простые цвета, но можно потом эти шары, кубы и простые цвета рендерить с помощью вот такого нейронного движка и заменять какой-либо там рендер движок на вот такой нейронный движок и если это в реал-тайм перевести, у вас такой опыт, про который я говорю, мир глазами Ван Гога. Ну, это вот один из примеров экспериментов, по-моему, достаточно интересно. Нейронный рендеринг ради искусства можно применять, это очень красивый пример. Дипфейки, которые здесь упомянуты. Вот. Ну, вроде на все вопросы ответил, да? Сейчас, секунду. Ну, да. Вот. У меня чат закрылся. Сейчас, секунду. Да. Ну, что, коллеги, если вопросов больше нет, спасибо всем, кто пришел. Спасибо большое за внимание. Почему Unity не Unreal Engine? Ну, потому что Unity открытый в большинстве своем. Потому что там в каком-то смысле больше возможностей для собственных расширяемых модулей. Наверное, так. Не знаю. Потому что мы хорошие. Еще там UnityMail Agents есть. Тоже классная штука. Да. Все, приходите обязательно на остальные лекции. Тоже будет очень интересно. Всех ждем. Будем рады обратной связи. вот. Тогда всем хорошего вечера. Не болейте, творите красивые штуки, обучайте сложные вещи и успехов шутков. Спасибо.